Порядок оказания медицинской помощи ужесточили с 1 июля 2018 года. В силу вступило новое положение. Главное отличие – теперь помощь в пластической хирургии должна осуществляться только в стационарных условиях. В законе прописано, что в клинике, которая занимается пластической хирургией, обязательно должны быть реанимационно-анестезиологическое отделение, отделение переливания крови и достаточное диагностическое оборудование, а также круглосуточное наблюдение пациентов. Росздравнадзор проверил рязанские клиники на соответствие нормам. Нами были выявлены нарушения действующего законодательства. Это такие, как нарушение условий хранения лекарственных препаратов, медицинских изделий, что недопустимо. Также были выявлены медицинские изделия с истекшим сроком годности. Было установлено, что не все медицинские кабинеты частные пластического хирурга оборудованы в соответствии с требованиями нового порядка. И, конечно же, были выявлены нарушения при оформлении медицинской документации пациентов и нарушения порядка предоставления платных медицинских услуг. После проверки нарушители исправили недочеты. Руководителям были выписаны административные штрафы. Напомним, что в Рязани действует пять частных центров, которые после принятия нового закона могут оказывать только консультативную помощь. А операции по пластической хирургии проводят в трех государственных клиниках. Одна из них – областная клиническая больница. Здесь операции проводят более 25 лет. Среди услуг – мамопластика, пластика тела, ягодиц, туловища, омолаживающие операции на лице. Реконструкция лица после травм, аварий, ожогов, в том числе с применением стволовых клеток и имплантов, а также снижение веса. С помощью операции можно похудеть на 100 и даже 200 килограммов. В России у нас женщина на свой день рождения получает шубу, а в Бразилии она получает импланты. Это является обыденным в жизни. И если, допустим, вас смущает, вам мешает жить опущение наружного края брови, то почему бы не прийти и его не поднять? Другое дело, что это должно быть выполнено в нормальной клинике, нормальными специалистами и, естественно, у психологически устойчивых пациентов. Владислав Иванов каждые два месяца выступает на международных форумах. Признается, что таким количеством операций, как и в областной клинической больнице, может похвастаться не каждая клиника Европы или Москвы. К нам на обучение приезжают специалисты со всей страны. Подход исключительно врачебный. На базе отделения пластической хирургии даже была защищена кандидатская диссертация клинического психолога. Существует в этой сфере и ряд мифов. Например, что увеличение груди означает отказ от детей и возможности грудного вскармливания. Современные технологии постановки имплантов, они не влияют на грудное вскармливание. Имплант ставится под мышцу, а не под железу. Вот даже при переолярном разрезе протоки молочной железы не пересекаются, не затрагиваются. Максимально, минимально инвазивно он туда восстанавливается. Никаких противопоказаний грудного вскармливания после эндопротезирования нет. Новинки среди материалов тоже краеугольный камень. Применять их в своей практике специалисты ОКБ не спешат. Ведь через несколько лет может измениться не только форма, но и свойства материала. В ход идут только проверенные временем и опытом коллег импланты с пожизненной гарантией. Импланты молочной железы в настоящее время текстурированы, покрыты специальной оболочкой, чтобы исключить ротации в кармане, загиб их на верхнем полюсе, а не каплевидной формы. В пластической хирургии, как и при любой другой операции, есть противопоказания. Поэтому сначала врач проводит серию бесед. Нужно убедиться не только в физическом здоровье человека, но и в психологической устойчивости. Ведь главная задача пластической хирургии – придать уверенности человеку и помочь ему полюбить свое тело, а не решить социальные задачи. Галина Кудряшова, Мария Рудая, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».